Девушки отдыхают Меня по-прежнему преследует ирония судьбы Ирония судьбы Я застраховал всю свою семью Всех застраховал от несчастного случая Три года уже прошло Хоть бы что Ничего, я жене говорю, что ж дома все сидим Пойдем, пройдемся Может кирпич на голову упадет Пошли гулять, пошли гулять Ничего А вот соседям, во кому везет Не успели застраховаться Теща ногу подвернула Купили телевизор Только телевизор купили Бабка на ухо оглохла Обставили квартиру мебелью Только обставили он сам С лестницы свалился И как куда-то свалился На эти деньги вся семья все лето на море отдыхала А тут три года Ну за три года Ничего, что только не делал Все семьи в зоопарк ходили Сам лично в клетку к тигру залезал Ничего, тигр дурной попался Забился в угол и дрожит Ирония судьбы Кстати, пан директор Как вы отпуска провели? С возвращением вас Благодарю Я тоже застраховался Но очень хорошо отдохнул Знаете, первую половину в горах я отдыхал А вторую? А вторую в гипсе У меня тоже с ногами плохо С ногами хорошо Без ног плохо Кстати, а что там? Я слышал зрителей что-то После вашей премьеры Это вы поставили А, да ну это ерунда Да ну это меня зрители побить хотели Почему вы так думаете? Ну не хотели бы, не побили Кстати, пан Гималайский А почему вы перестали играть в шахматы С паном Зюзей? А вот вы сами Стали бы играть в шахматы с человеком Который Все время жульничает Во время игры плюется И потом лезет в драку Если проигрывает Конечно не стал бы Вот и он не стал Добрый вечер! Добрый вечер всем! Добрый вечер, дорогие мои! Я бы не слышал открытые Звыковые голоса Конечно, это просто наш кабачок Здравствуйте, здравствуйте А мы вас ждем Боже мой, как хорошо Садитесь, моя дорогая Я так рада, что мы все-таки Имеем возможность Время от времени Собираться в нашем знакомом Уютном кабачке И что самое интересное Приятно, что зрители нас помнят Эй, Петр Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! ПЕСНЯ! Добрый вечер! Добрый вечер! Молодое поколение, может быть, они и не помнят нас Но все-таки сейчас есть возможность А то мы играли всегда перед камерой Но кто хихикал только оператор иногда Время от время А зрители-то мы ничего не видели, не чувствовали А сейчас они есть И, может быть, они хотят что-то узнать Какие-то вопросы задать Любой из нас ответит вам на любой вопрос Кроме одного Сколько вам лет? Давайте, спрашивайте АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста В кабачке 13 стульев вы все пели У вас были музыкальные номера Интересно узнать, сложно было вам исполнять? Во-первых, мы это не скрывали И всегда объявляли Как вы помните, ведущий говорил Сейчас поет пани Моника голосом Лилии Ивановой Мы не считали возможным присваивать чужой труд Хотя труд с нашей стороны был очень большой Это очень сложное дело Это надо выучить, во-первых Иностранный текст Надо абсолютно быть синхронной В артикуляции, в дыхании Это всегда видно Сейчас вот я смотрю, даже многие певцы Русские не попадают Свои песни-то не попадают, а отстают И попадали, по-моему, хорошо Спасибо Сейчас ты говорила Помнишь, что в кабачке про певицу? Это про пани Терезу была такая Мы говорили, пани Тереза, когда занимается вокалом, ее муж выходит на балкон, чтобы соседи не подумали, что он ее бьет Да, пожалуйста Я играла И потом постепенно, постепенно стали придумывать имена Стали слепляться пары, там, семейные, дружеские Стали какие-то обретать профессию Директор тоже не сразу был директор Сначала была передача, она называлась «Добрый вечер» Да Которая состояла из некоторых остроумных, переведенных в Белятске сценок Ну, что ж, дорогие друзья, кажется, на этот раз истина установлена Все так и было Да, примерно так переступили порог кабачка «Тринадцатулев» и его будущие завсегдаты И когда мы сыграли «Добрый вечер», тогда не было записей Нельзя было записать, все живьем шло И пошли письма повторить эту передачу Повторить не могли, организовали новый «Добрый вечер» А потом уже появилась паня Моника Просто назвали имена Паня Моника, паня Моника, профессор и так далее А если поговорить с матерью? Знаешь, Ольги, у меня о ней очень хорошее мнение Этим ты меня, милый, не возьмешь Самое ее лицо говорит о благородной, возвышенной душе Это исключительная женщина Она совсем не похожа на других Она не погрязла в вечных житейских заботах Хотя она не лежит все хозяйское Сделай погромче, пожалуйста Пожалуйста Глядя на нее, я всегда думаю Это женщина олицетворения высоких чувств В ней есть что-то подлинно шекспировское Ты знаешь, кого она мне напоминает? Кого? Брижит Бордо Да, пожалуйста Ольга Александровна, скажите, пожалуйста Как создавался образ пани Моники? Был ли у нее прототип? И кто автор ваших туалетов и удивительных, красивых, прелестных шляпок? Начну с последнего Мои удивительные и прелестные шляпы Вот они все Это все личные мои шляпы Я их всю Вот они все висят Я их коллекционирую много лет Вещь дико неудобная Вот где бы я ни была, за границей я покупаю шляпку обязательно И таскать ее потом за собой очень трудно Но, тем не менее, я люблю шляпы Они дают дело в шляпе, как говорится Дают образ человеку И можно прическу не делать каждый раз И, значит, автор и владелец шляп это я Королева шляп Туалеты делаю тоже я Туалеты тоже наши Ну, надо сказать, мы снимались в то время Когда телевидение не могло обеспечить нас туалетами Поэтому мы сами все придумывали Менялись там Зашивали, подшивали Приделывали какие-то это А образ создается Образ создается из наблюдений жизненных Из того, что я наблюдала В каждой женщине есть черта по анимонике Но больше всего я брала Образ это моя мама Вот она такая же была активная По любому вопросу всюду всовывалась Вмешивалась, ничего не понимала Но очень активно существовала в этой жизни Поэтому вот это вот такой Обобщенный образ пани Моники И я и сама тоже такая же Отчасти Дорогая Ольга Александровна Пожалуйста, расскажите поподробнее О вашем творческом партнерстве С Михаилом Михайловичем Державином Я знаю, что вы вместе с Михаилом Михайловичем В составе театральных бригад Объездили практически всю нашу страну Ну, не только мы с Михаилом Михайловичем А все персонажи Имеют большой путь По всей нашей огромной стране Мы как дети лейтенанта Шмидта У нас были распределены По районам, по областям Значит, мы ездили А поскольку остроты-то мигавки Как у нас называлось по-польски Одни и те же Мы их распределяли заранее Значит, ты говоришь про шляпу Ты говоришь про шахматы А там уже ты это не говори Это уже мое Ну, а с Михаилом Михайловичем Мы очень много А Михаил Михайлович все это собирал И один говорил за всех Иногда так было, да А на Михаил Михайлович, значит, Державин Мы ездили Бам тогда был И это очень отдаленные места И очень тяжело было ездить И никакой узнаваемости не было После самолета После двух самолетов И мы один раз вышли С ним На каком-то маленьком самолетике летели И мне так плохо Меня тошнит, значит Я выхожу А нас никто не встречает И мы пошли в какую-то открытую дверь И сказали Скажите, где здесь можно ли позвонить По телефону Я говорю Я уж на себя не рассчитываю Я говорю Вот вы узнаете, я говорю Они говорят Узнаем Я говорю Ну и кто это? Они говорят Это начальник курса Но Мишка не растерялся Говорит, да-да Я тут пришел проверить Как у вас дела И так далее Так что даже нас не узнавали Так мы уставались Только мы ездили Но Нужно сказать Мы объездили самые Так сказать Медвежьи углы Нашей огромной страны И были всюду Просто я тебе напомню Один из медвежьих углов Где мы с тобой были Да Нью-Йорк Чикаго Лос-Анджелес Да, это тоже мы были Правда Ну там наши зрители Наши Те люди, которые уехали В пик кабачка Они до сих пор обожают И до сих пор По Брайтону идешь Они кричат Пан Моника Пан Гималайский Пан Директор А были ли какие-нибудь казусы Которые не вошли В съемке Или вообще Были какие-нибудь казусы Казусов было Сколько хочется На каждой передаче Были казусы Особенно со стороны Цензуры Особенно со стороны Цензуры Да Так сказать Казусы были Ну например У нас была сцена Когда мы выбирали Нового директора Решили сместить Пана Директора И говорили Что должен быть человек Там знающий Такой-такой И я говорила Пан Моника Конечно говорила И такой человек Есть дорогие мои Нам сказали Нехорошо Это напоминает Ленина Есть такая партия Пожалуйста Хотела спросить Вот ваши мемуары Называются без грима Скажите А насколько Вот грим Меняет актера Ну это вам судить А вы как чувствуете Вот сейчас Гриме и без грима Нет Вы с точки зрения Внешней Или с точки зрения Нет 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 конечно Не с точки зрения Внешней Конечно меняет Конечно очень Потом Ведь грим-то бывает Разный Ведь за свою жизнь Сыграно Сколько ролей Разных Конечно Мужчинам легче Они И она клеила усы Или бороду Или у них есть Какие-то возможности А только прическу И шляпку Вот единственное А мне зачем При моей красоте Гримировать А тебе вообще Не нужно Ты всегда хорош И в общем Конечно Конечно Меняет грим Конечно Меняет Добрый вечер Добрый вечер Хотелось бы узнать Как вы смотрите На то Что ваш бывший коллега Теперь уже директор Как Ширвиндт К вам там относится Как он прижимает вас В бытовых условиях Вот расскажите Немножко об этом Ну по поводу Ширвинда Могу сказать Что во-первых Он не был в кабачке Никогда Это раз Нет Никогда не был в кабачке А во-вторых Значит Он художественный руководитель А не директор Это тоже Вот так сказать Немножко разные вещи А куда он нас прижимать будет Как Мы Нас не прижмешь Груди Разве что Груди Груди Вот Нет Это наш товарищ Мы много лет с ним прожили Человек Который Так сказать Решился взять на себя Такое бремя Очень Очень сложное Очень сложно Очень сложного жанра Театр Он решился Это взять на себя Мы его об этом просили И он Вот так сказать Старается Сейчас все вместе Мы стараемся Чтоб театр Как-то Поднялся И был интересен Как он был всегда Чтобы могли Сейчас вас Не стукнет этим Камерой Нет По голове Чтоб меня Сейчас спрашивал Вот я бы никогда Не стала Чиновником Мне бы это мешало Замечательно Ну вот и хватит С меня этого Спасибо Очень интересно Как вы относитесь К нынешней молодежи Тем кому сейчас 18 25 30 лет Как я отношусь К молодежи Ну понимаете Такого нет Общик Смотря какая молодежь Есть очень хорошая молодежь Есть молодежь Который Но она другая Она не такая Какими были мы Это факт Лучше это или хуже Я не знаю В отдельных случаях Лучше В других хуже Но она не такая Она более циничная Она более подготовленная К жизни Она более Меркантильная Она более сообразительная Даже можно так сказать В театре Я имею ввиду Театральную молодежь Так я не знаю Но она более знающая Она более развитая Я бы сказала Но в нашем театре Где нужна Какая-то романтика И чистота Немножечко Ей вот этого Не хватает В театре вообще Должны быть люди Более Ну что ли Какие-то романтические Настроенные Вот это Чуточка Они очень прагматичные И знаешь Как говорят У вас в театре Молодежь есть Да Молодежь у нас в театре есть Но она у нас Вся постарела Да Ну вот это Это про нас Наверное что ли Вот Хлопайте Хлопайте Не стесняйтесь Ольга Александровна Скажите пожалуйста Вы человек По натуре Азартный Да Сразу отвечу Да А что Не видно Видно Если о кабачке У вас Все Я пойду Переползу туда В театральную Эту самую Гостинную Гримерную Помочь переползти Иди сюда Иди сюда Нет Зачем я пойду Иди сюда Я расскажу Пока я тебя привезу А я здесь встану Я поклоню Хорошо Я его привезла Он в Омске работал С моей сестрой Еленой Александровной Аросевой И значит Она мне писала Все что такое У них замечательный Молодой артист Спардачок Мишулин Такой смешной Вот очень годится Для вашего театра И мы были на гастролях В Перми А я поехала К сестре ее навестить И взяла его за ручку И привезла его В Пермь Такси Тогда у нас денег Не было на такси Поэтому я наняла Грузовик Посадила его На грузовик И привезла Один в кузове ехал А? Один в кузове Один в кузове Московское искусство Ну вот театр Вот театр Театр конечно Это основная И любовь И боль И горе И радость И все что хотите Потому что С детских лет Конечно Во-первых И телевидения не было И мечталось только о театре И училась я В Московском городском Театральном училище Ну была война Время было трудное Я не могла закончить Это Московское городское Театральное училище Тут приехал Ленинградский театр Комедии Из эвакуации Я туда поступила В бутафорский цех Лепить деревья Там из папье-маше И значит Худачный руководитель Меня увидел Говорит Что вы здесь делаете Я говорю Я вот подрабатываю А сама учусь На актрису И хожу в спектакли Смотрю Он говорит Ну покажитесь Мне нужна молодежь Я показалась Он сказал А вы Как Где Я говорю Я закончила Театральное училище Наврала А Он говорит Ну давайте Это самый Этот Аттестат Или как он называется Диплом Ну я у сестры Вот у той же Елены Взяла Устащила диплом И значит Показала ему И меня зачислили Я уехала в Ленинград Потом уже стали разбираться Говорит А почему тут Елена На копии Елена Я говорю А Оля Елена Лёля Так назвали Вот по-разному Это одно и то же имя Я говорю Это не важно В общем Дурила им голову А потом уже через Полгода уже Невозможно было Меня уволить Поскольку я играла Главные роли Уже в театре И там довольно счастливо И быстро сложилась Моя судьба В Ленинграде Ну вот А потом я приехала Из Ленинграда В Москву В свой родной город И вот уже 53 года Работаю В театре Сатиры И не меняю его Ни на какой театр Не меняю Видите ли Сейчас Таким образом Составленные Трупы театра Очень много артистов И не для каждого Можно найти Каждый год Какую-то роль Интересную Которая его бы Раскрывала Поэтому Вот появился Такой вид Деятельности Как антреприза Антрепризный театр Ну Не будем греха таить Там и деньги Конечно Можно подработать Но самое главное Это творчески интересно И вот такой спектакль Как Афинские вечера Как вот Мама на прокат Это все спектакли Столетник Вот сейчас Последняя премьера моя Это все спектакли Сделанные Значит Вне театра Хотя в театре Я не могу сказать Чтобы я была в обиде Я достаточно много играю И сейчас приступаю Как всегда Спрашивают Какая последняя работа И сейчас я приступаю Автор Афинских вечеров Такой Гладилин Петр Владимирович Написал для меня Специально пьесу А название Придумать мы не можем Все думаем Не можем Никак придумать название Но такая Очень интересная Пьеса Современная Меня будут звать Екатерина Кондратьевна Это только я знаю А вот Как пьеса Будет называться Я не знаю Вот я вам попыталась Вкратце Рассказать Все Значит Мои Театральные дела Ну не все Конечно Но за 53 года Разве расскажешь Ольга Александровна У вас Огромный опыт работы С разными режиссерами Как складывались Ваши творческие отношения С Плучиком И с другими режиссерами Вы знаете что Я человек Очень Миролюбивый Но В работе Я очень Ну не сказать Капризный Но требовательный Я часто ругалась С режиссерами У меня Не такой Некрот Карактер Прямо скажем Я часто ругалась Но это всегда было По творческим мотивам Я например Мне трудно согласиться Если я что-то не понимаю Чтобы сделать так Чтобы так сказать Вот нет Вот делай так Я вот буду спорить И мне это трудно Вот С Плучиком У нас были За много лет Разные периоды Как у Пикассо Розовый Голубой Черный Разные периоды были Но Уважительное отношение У меня Осталось К режиссеру С которым я проработала Столько лет Он человек большой культуры Очень много мне дал И я никогда в жизни Не посмею Бросить камень В его Огород Чем не беднее Очень много других Разных режиссеров Было Очень интересный режиссер Который мне повелось Работать Это Эраст Палчгарин Актер и режиссер Он у нас ставил Двенадцать стульев Я играла Грицацуеву Тень Шварца Я играла Юлию Джулию Роменских ставил Гончаров У нас ставил В общем Все очень Солидные Режиссеры Виктюк Даже ставил Спектакль Действительно Режиссеров много Все они Разного Характера Разного Творческого Взгляда Поэтому Это было Интересно Поэтому Теперь уже Я ничего не боюсь Никакого Режиссера Я уже Ко всему Привыкла АПЛОДИСМЕНТЫ Александра А нам Расскажите О своих родителях Папа мой Был послом Дипломатическим Работником Послом Во многих странах Тетство я провела В Праге Где Пять лет Он был Послом Был арестован В 37 году И как положено Исчез Из жизни А мама Была Домашней хозяйкой Никогда Ничем Не занималась И ничего Не умела делать Вообще Но была Веселым Очень жизнерадостным Человеком Закончила Институт Благородных девиц В Петербурге На историю Революции Свободно Говорила По-французски Читала Французские романы И Так сказать Ничего не делала По хозяйству Не умела Две сестры Одна Вот Елена В Омске Наташа Старшая сестра Умерла Еще Галя была Младше От мамы Сводная сестра Тоже умерла Тогда Вот Брат был Тоже Сводный От отца Тоже умер Что Вот Ничего Больше Не могу Сказать Есть ли у вас Любимая роль В кино И если да То почему Я сейчас Подумаю Я затрудняюсь Почему я Почему я Люблю ту или иную роль Я просто вообще Люблю Свои роли Потому что Я их создаю Я их делаю И они мои Они плоть От плоти моей Они как бы То же самое Спросить мать Так сказать Любите ли вы Своего ребенка Я люблю Все роли Все которые Я играла Другое дело Что одни Лучше удались Другие Хуже Но Любить я их Все люблю И я Каждой Из ролей Отдавала Своё сердце Я Очень Люблю Ну например Все роли У Рязанова И берегись Автомобили И старики Разбойники И невероятные Приключения Итальянца В России Я очень люблю Фильм Интервенция Который не пошел 20 лет пролежал Это фильм Геннадия Палоки Я очень люблю Трембиту Парасника Норну Который мы С Вестником Играли Значит Вот И поэтому Я трудно сказать Почему я их люблю Потому что они мои И всех люблю Одинаково Скажите пожалуйста Кто или что Повлиял На ваш выбор Стать актрисой Спасибо Вы знаете У меня Не было Раздумий Я Мне кажется Вот с момента Когда Начала Существовать На этом свете Сознательно Я знала Что буду актрисой Почему Потому что Я В пять лет Изображала Всех окружающих Наживала Страшных врагов Там Изображала Каких-то Прохожих Дразнила Всех Если человек Так ходит Или так говорит Так я Всех изображала Очень была Противной девочкой Наверное В связи с этим Но Я была Убеждена Что буду актрисой У меня других Альтернатив Никогда не было Я это знала И Сомнений В этом у меня Не было Ольга Александровна Поподробнее Если можно О своей роли В спектакле Афинские вечера Я слышала Что эта роль Для вас написана Да Спасибо Когда был Мой Юбилей Мне разрешили Выбрать себе Пьесу Я обратилась К Владильну Чтобы он Написал Мне пьесу Однозначно Долго думал И потом Говорит Не получается Ну и Не получается Не получается И мы поставили Как пришить старушку Эту пьесу взяли А потом Вдруг через год Он приходит Говорит Я вот думал Что-то я вернулся К этому И я Вот у меня Как-то вот Получилось Прочтите Что Вот так сказать Это Я стала читать Мне очень понравилось Я люблю Когда роль Такая судьба Есть Судьба Там роль Графини Растопчиной Которая в лагерях Просидела Которая вместе с тем Веселая очень Которая Находит Общий язык Только с внучкой Так сказать С самой молодой И Озарная женщина Несмотря на свой возраст И Я ее с большим удовольствием Играю Поэтому Это вот Я говорю Большое подспорье Для Актеров Вот эти Антрепризы Вот За что Непонятно Ульга Александровна Расскажите Пожалуйста Про Николая Акимова Про Николая Павловича Акимова Вы знаете Это удивительный человек Это удивительный человек Это к счастью Вот первое Что я столкнулась В войну В страшный холод Фрункулез у меня был Страшнейший Я приехала в Ленинград Там еще были разрушенные дома Была карточная система И был удивительной Культурой Удивительно чувствующей красоту Художник Акимов Понимаете Он был Главным режиссером театра Он не так был силен Как режиссер Сам по себе Он просто деятель театральный Очень интересный Ну и конечно Декорации у него были потрясающие Но он Настолько Относился Чутко Вот он взял молодежь Из Москвы Ягуневский человек Он Он Воспитал в нас Такое уважение К театру Скажем К костюму К Внешнему виду Я помню Первую роль Мне дали Там Путешествие Перешона Генриету Ну главная роль Молодая такая Я значит Очень вообще любила Грим Гримироваться Я за два часа пришла Все это Ну все какие краски Есть в этой коробке Гримировальной Все на себя Какие-то Зеленые Синие И красные точки Здесь И черные Суда Все это сделала Николай Павлович Вошел Так взял меня За шкирку За шиворот Подвел К умывальнику А там такое Хозяйственное мыло Вонючее Вонючее Лежало Он взял это мыло Намылил меня Ну 45-й год Намылил меня Говорит Так попудрится И на сцену И все Ну Николай Павлович Был человек Ужасно Насмешливый Страшно Насмешливый Очень чувствовал Юмор Хорошо Очень чувствовал Юмор И Конечно Вот был Его подкосило Это событие В 47-м году Когда было Вот это вот Постановление Об Ахматовой Азощенко Когда его Объявили Космополитом Когда его Выгнали Из театра Комедии И Он вообще Остался Без заработка Только Жил тем Что писал Портреты Но потом Получил Обратно Театр И вернулся В комедию Ну вот Такие были Времена Достаточно Суровые Ольга Александровна А правда ли Что Вас были влюблены Драматург Алексей Арбузов И художник Ромадин Правда Были Ну это было Понимаете Как это Я ужасно Боюсь Чтобы это Не было Воспринято Так Пошлость Это просто Были такие Интересные Люди Понимаете Они Очень Как-то Оставили Большой след Вот В моей жизни Потому что Один прекрасный Драматург Другой художник А Ромадин Я знаю У меня вот Есть портретик В 12 лет Он написал Мой портрет Ну и Это была Какая-то Такая Очень Чистая Влюбленность И очень Мне Как сказать Мне очень Много Дало Общение Вот с такими Людьми Как они Уветрены Или ждете Подробностей Ольга Александровна Да Я много лет Вижу вас на сцене И меня уже Перестало удивлять Шарота Диапазон Вашего Амплуа От комической До трагической Актрисы Но вот Недавно Я видел Спектакль Город миллионеров Вы Смогли играть От достаточно Молодой женщины До умудренной Жизненным опытом Такой Грандамы Вот как вы Решаете Эту проблему Все-таки Простите за Нет Джентльменство Вы в зрелом Возрасте И умеете Покрыть Такой диапазон Возраста Роли Как вам Это удается Спасибо Если удается То хорошо Значит Есть большое Желание Преодолеть это Мне Эта роль Очень понравилась В Неаполе Город миллионеров Я считаю Что она Очень современно Вообще звучит Эта пьеса Сейчас И у нее взрослая дочь А там уже Так сказать Возраст Это не уточняется И как сказать Волей Он существует Я с детских лет Это быть в хорошем настроении Вот это самое главное И я его стараюсь придерживаться А вот есть знаете Как Есть такая поговорка Что пессимист Страдает дважды Когда он предвидит Плохое И когда оно случается А оптимист Страдает только один раз Он верит в хорошее Но случается плохо Только один раз Вот я оптимист Так Правда Что у вас было Пять мужей И вы их бросили При увеличении Четыре было И бросил А бросила я троих Один бросил меня Так что Все Вот видите Дорогая Ольга Александровна Вспомните вашу первую роль Понятно Моя первая роль Моя первая роль Была корова Это я лежала За таким бугром Акимовском театре Чутные были декорации Такие бугры Путешествие перешло Она тоже Я лежала за таким бугром И была такая сделана Огромная корова Которую я держала на палке И она мычала Муууу Вот это был первый звук Который я издала на сцене Но были аплодисменты Дорогая Ольга Александровна Актерский дубль Были ли они у вас И как много их было Значит Ну спектакли Это бесконечные повторения А на съемках У меня были В береге с автомобиля Последний кадр Когда я еду на троллейбусе И Кеша Смоктуновский Так выбегает И говорит Люба, я вернулся И это Оператор снимал Отсюда я сидела за рулем Он снимал отсюда рядом меня И так уходил аппаратом На Кешу Который выбегал на стекло И И я пряталась А там сидел Рязанов С оператором И Смоктуновский говорит Что Ильдар, ну убери свою рожу Мне противно на нее смотреть Пусть Оля там В этом аппарате Что я ее хочу И так было Люба, я вернулся И ЗТБ И кончается фильм И значит Когда Ильдар спрятался А значит Я осталась так А Ильдар спрятался Уже некому было кричать Стоп Да И он стоял И Не кричит никто Стоп И он стал Вот так вот Мне махать И вот так вот делать Смоктуновский Вот Вот это Последний кадр Изумительный По какой-то такой Своей Трогательности Нежности И он Один-единственный дубль Здравствуй, Люба Я вернулся Но он Вот взял именно В фильм Этот кадр Понимаете Так что это вот Как вы считаете Надо ставить на актеров Или на режиссера Автора Модную тему На что идет зритель Театр Это актер Вот кино Это режиссура Это операторское искусство Понимаете А театр Зритель идет На актера Я не слышала Что он говорит Ох там вот это Ну Можно создать Режиссера Какую-то политическую Сенсацию Но это все временное Это все временное А актер Актер Конечно Это Это природа Во-первых Театра Она держится На актерах И И будет держаться От этого Никуда не уйдешь Спасибо От имени всех актеров Благодарю За аплодисменты Ольга Александровна Вы по менталитету Русский человек Это Как Боретесь С русским характером Я не только По менталитету Я по паспорту По природе Русский человек А не по менталитету Я Так сказать Коренной Русский человек И Не борюсь С своим характером Я им довольна Почему я должна Бороться С русским характером Чему нужно бороться Не Не борюсь Я С своим характером АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Александровна Наверняка Молодые Режиссеры Вас боятся Не Не боятся Не боятся Я Я Я Не страшный человек А потом Они все Такие Наглые Что Они Не боятся Нет Вы Вы за них Не волнуйтесь Пожалуйста А сейчас Вы могли бы Жонглировать Могу Тремя шариками Могу Но не больше А за руль Сидите И за руль Могу Ну у меня машина есть Я сижу За рулем Юра Напюшу Могу 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 Они Могу ương ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у актрисы, как у никого, наверное, есть желание вернуть молодость. У вас лично такое желание возникает очень часто, даже сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дорогая Александровна, вы даете мне силы жить и оптимизм. Вы молоды, очаровательны, вы женщина. Как вам удается сохранить себя? Не знаю, как, ничего для этого не делаю. Я говорю, просто имею такой характер и не вдаюсь ни в болезни, ни в неприятности. Стараюсь пройти мимо них. Александр, и все же, какое у вас амплуа? Ну, вы понимаете, что амплуа – это вещь старинная. Это раньше только были, там, скажем, если амплуа такое, так такое. Сейчас, видите, жизнь очень без амплуа. Сейчас вот в жизни нельзя понять, вот что за человек. Может, он замечательный, приличный человек, а оказывается какой-то, понимаете ли, мафиози. А ты думаешь, что это интеллигентнейший человек. Сейчас очень мимикрируют люди, и очень трудно, если говорить о современных пьесах. А если говорить о старинных пьесах, то там амплуа четко соблюдались. Причем, вот интересная вещь, когда мы приехали в Таганрог, там старинный такой театр. И там у них в этой библиотеке старинной был актерский кодекс такой, например. Что имеет право актер вот в провинции делать? И там сказано, героиня не имеет права ходить пешком по городу, только в коляске. Там инженю Кокет, это тоже амплуа, имеет право ходить в магазины только ювелирный и цветочный. Комическая старуха может всюду ходить. Я сказала, я могу всюду ходить уже. И на рынок, и все. И это было, понимаете, очень важно, потому что городок маленький, и они не хотели о себе представление разрушать. Они хотели, что если она выходит вечером в каких-то мехах и какую-то играет графиню, то чтобы ее совочками не видели днем по рынку, понимаете? Вот тут было очень точное амплуа. А сейчас как-то все смешалось, и сейчас не придерживаются современные авторы такого амплуа. А у меня амплуа так, как у любого человека, разнообразное. Человек может быть и таким, быть и таким, и сяким, каким угодно. АПЛОДИСМЕНТЫ Записки исчерпаны. Шляпы все посмотрели? Видите, какие красивые шляпы у меня. Каждая шляпа с биографией, о ней можно рассказать. Вот эта красная шляпа, это не Аполь, город миллионеров. Вы, наверное, ее узнали, кто смотрел. И красная буак ней. Теперь вот эта шляпочка, видите, вот эта шляпочка, вот эта верхняя, она мне кинута из зала. Я кланялась после какого-то спектакля, и мне кинули шляпу вместо цветов. И я прям так растерялась, но эту шляпу мне подарили, прямо вот из зрительного зала кинули. Это моя личная шляпа. Ну, что еще там? Вот эта маленькая шляпка, это вот из спектакля «Бешеные деньги», беленькая маленькая шляпка, но ее не видно. Ну, остальные шляпы вот я покупала или дарили. Я в кабачке всегда была в шляпе, если вы помните. У меня две антресоли, это дома вот все в шляпах. Вот это из Коламбуса, из Америки, шляпа синяя, вон там, их все не видно. Вот. Я купила в Америке. В Америке я вообще, нужно сказать, со шляпой такая была история. Я пришла на Пятой Авеню, там есть такой сакс-магазин, но очень дорогой, очень такой. Это, и на первом этаже шляпы. Я по-английски не говорю, и очень плохо, и вся такая, так сказать, ну, после беготни по магазинам, так вот она. И я, я говорю, и, 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 ты, ну, как немой, да? Тис, плиз, плиз. Она такая чопорная, такая дама, значит, встает одну мне шляпу, вторую. Я беру, так, одеваю шляпу, и она говорит, черт возьми, так это же пани Моника. Это русская оказалась. Я говорю, у нас дело-то в шляпе. Она говорит, дорогая, что вам нужно, скажите, я сейчас вам достану, дам то, сё, пятое, десятое. Вот так, что со шляпами у меня дружба давнишняя. Ну, что ж, я вернусь в кабачок. Спартак, иди сюда. Сейчас. Здравствуйте, добрый день. Вот Спартакок. Здрасте. Ай, Спартакок, Спартакок, сколько лет с ним прожито вместе. в театре, всюду. Идите в Пан Гималайский. В Пан Гималайский. И вы идите сюда. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ На все вопросы ответил. Очень хорошо. Вот скажите, Спартакок Васильевич, у меня к вам вопрос. Можно я задам Спартакок? Вот зритель смотрел Неаполь, город миллионеров. Я играю там в вашу жену. Вам нравится со мной играть? Да, конечно. Попробуй, скажи, нет. А вот, видишь, он говорит, я справляюсь с этим возрастом. Нет, я два слова должен сказать, конечно, об этой удивительной актрисе. Я уже 40 лет в Московском театре сатиры. И, конечно, моя мечта была сыграть с ней. Нас как-то пути не сходились почему-то. У нас были очень хорошие, непонятные отношения с Валентином Николаевичем Плочиком. и у него Соросевый, и у меня с ним. И поэтому мы как-то не сходились. И Неаполь нас свел. С трудом, но свел. Ну, результат вроде неплохой. Я, конечно, мечтаю с ней что-то сыграть. Но вот, видите, Гладилин написал пьесу на нее. Буду ждать, когда Гладилин напишет на нее и на меня. Я должна, к сожалению, попрощаться с вами, потому что у меня спектакль действительно сегодня «Как пришить старушку». И, да, это я, старушка, но это не удается никому, между прочим. Но, тем не менее, сыграть это нужно. Самый большой комплимент мне недавно сделал. Я из театра выхожу, заграммированный, и такой рабочий, какой-то мастеровой, такой пожилой, пожилой человек. Он так подошел ко мне, так меня обнял, сказал, работаешь все. Я говорю, да, он говорит, о, сволочи! Кому-то меня, значит, под конвоем заставляют работать. Нет, сколько мы живы, понимаете, мы работать будем. Мы нашу работу любим. Мы уставать даже любим. Понимаете, я когда вот праздный день прожит, и ты не устал, то вот тебе кажется, что ты зря прожил. Я не знаю, что такое отпуск, ты не знаешь, что такое отпуск, что такое отдыхать. Понедельник, выходной, иногда ничего нет, лежишь, сердцебиение начинается. Как задвигался, и все. Вот, так что вот так жизнь прошла. Ты что отвернулся? Как прошла? Она еще идет. Я читаю, что ты играешь. А, да. Еще раз вам большое спасибо. Приходите в театр. Спасибо. И будьте здоровы. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok